Парламент не листу, Чехия, вы обделаетесь. Шок на Украине. Заявление влиятельного человека. Поворот к России. У Терезы Спенсера вы сомнений нет. Ярослав Поланский. Парламент не листы, Чехия. 15 ноября 2019 года. Если Западу мы не нужны, мы договоримся с Россией. И под Варшавой и Краковом будут стоять русские танки. Этими словами всех шокировал украинский олигарх. В прошлом противник России Игорь Коломойский, который якобы стоит за украинским президентом Зеленским. Ничего особенного, как говорит аналитик Тереза Спенсерова, Тереза Спенчерова, которая допускает изменения ситуации на Украине. В еженедельном интервью на парламент не листы она рассказывает важные подробности. Парламент не листу. Недавно вышло очень интересное интервью с Игорем Коломойским, украинским олигархом, которого считают кукловодом нынешнего украинского президента Зеленского. В 2014 году Коломойский финансировал добровольческие батальоны, а теперь выступает резко против Соединенных Штатов. Он критикует их за то, что американцы готовы воевать с Россией до последнего украинца, что Запад все равно никогда не примет Украину. Также украинский олигарх заявил, что Украине следует примириться с Россией и спокойно взять у нее деньги. Это что? Американские СМИ полагают, что за всем этим стоят попытки ФБР привлечь Коломойского за его финансовые операции. Тереза Спенсерова, США действительно возбудили несколько уголовных дел против Коломойского из-за растрат в размере миллиардов долларов. Но я не уверен, что причина преследования именно в этих миллиардах Коломойский представляет собой проблему, скорее, потому, что контролирует значительную часть Украины, а может и самого президента. Кроме того, он никому не позволяет собой манипулировать. Он упрямый, беспринципный и не поддающийся контролю человек, поэтому ему и хотят подрезать крылышки. Но на любое давление Коломойский отвечает тем же. Кстати, он говорит о сближении с Россией как о неизбежном последствии нынешнего затянувшегося кризиса, который ни к чему не ведет, еще с того момента, как Зеленский победил на президентских выборах. Вполне возможно, что Коломойский действительно так думает, потому что он бизнесмен и у него нюх на прибыль. Правда, также есть вероятность, что это просто провокация с его стороны. Нечто вроде «Смотрите, будете со мной плохо обращаться, я вам устрою». Кстати, Дмитрий Кулеба, который сейчас занимает должность вице-премьера в правительстве Зеленского, за последнее время дал три интервью. В них он тоже говорит о том, что Украина стала заложницей географии, поэтому в итоге ей не останется ничего другого, как научиться сосуществовать с соседней Россией. Также Кулеба признал, что уже пять лет в Киеве ждут, когда Запад его предаст и отменит санкции против России, чтобы работать, как обычно, бусини сосусуал. В таком случае Киев потребует от стран, не продливших санкции, компенсацию. Ведь на протяжении пяти лет украинцы позволяли себя дурачить, допустили разрушение собственного государства, а в итоге так ни к чему и не пришли. Я сомневаюсь, что кто-то захочет выплачивать им какую-то там компенсацию, однако это мнение правительства подозрительно перекликается со словами Коломойского. Вообще, это весьма рациональный взгляд, поскольку Россия явно заняла позицию в духе времени и у нас многое не спешит с какими-либо решениями. Скорее, россияне надеются, все это переждать. А у Запада заканчиваются силы, и скоро он не сможет продолжать этот кризис. Кстати, за отмену санкции выступает все больше государства Европейского Союза. Пока он еще держится, но что будет через год? А через два? Коломойский сказал волшебные слова, русские танки будут стоять под Краковом и Варшавой. А вы обделаетесь и побежите за памперсами. Неужели ситуация может так обостриться? Олигарх только поупражнялся в риторике, или вскоре можно ожидать смены курса на Украине? Как я уже сказала, по-моему, Коломойский в первую очередь провоцирует и играет мышцами. Я бы не воспринимала его слова буквально. Украинские войска постепенно выводят с Донбасса. Возможно, отношения между Зеленским, и собственно Коломойским, и Путиным потеплеют, и мы дождемся мира на Донбассе. Конечно, когда-нибудь на Донбассе воцарится мир. В этом вы может быть уверены. Вопрос, скорее, в том, когда это произойдет. Но так или иначе большая часть украинцев и жителей мятежных народных республик уже очень устали от войны. Поэтому можно предположить, что по обе стороны люди очень хотят мира. Теперь остается только справиться с сопротивлением тех сил, внутренних и внешних, которые заинтересованы в отсрочивании мира. Дональд Трамп собирается встретиться с Эрдоганом. В последнее время президент Турции делает все для того, чтобы взбесить американского коллегу. Что президент США может ему пообещать, и что Эрдоган может пообещать тому в ответ. Курдов, вероятно, это уже не должно беспокоить. Я не знаю, что конкретно вы подразумеваете под взбесить. Ведь Эрдоган и Трамп в общем-то хорошо понимают друг друга. А вот что касается американского конгресса, точнее палаты представителей с ее демократическим большинством, то ее Эрдоган доводит до белого коленя. Именно члены палаты проголосовали за санкции против Турции и за вторжение на северо-восток Сирии. А кроме того, в запале признали геноцид против армин. Турция возмутилась до предела, и Эрдоган раскритиковал Вашингтон за то, что Дональд Трамп не выполняет свои обязательства, и американские курды остаются в тех регионах, где, согласно договоренностям, их быть не должно. Правда, как передают американские СМИ, Трампа или, скорее, Пентагон, по-прежнему беспокоят российские зенитные ракетные комплексы С-400, которые турки уже разворачивают. Якобы Трамп собирается предложить Эрдогану следующее. Турция отказывается от С-400, а президент США придумает, как отменить санкции, принятые палатой представителей. Кроме того, ожидается, что Трамп предложит еще и торговое соглашение на 100 миллиардов. Конечно, все это звучит довольно заманчиво, но, с другой стороны, Трамп может говорить что угодно. Важнее, что ему позволит Конгресс, военно-промышленный комплекс, его спонсоры. То есть звучать предложения могут заманчиво, но остается вопрос, что из всего этого Трамп реально может сделать. По моим предположениям, на самом деле они не договорятся ни о чем конкретном и ограничатся словами о том, как они друг друга уважают. В Ираке ситуация ухудшилась настолько, что во время восстания погибли сотни человек. Говорят, что сложилась самая сложная ситуация со времен падения Саддама. О том, что проблемы появятся не только между Ираном и Западом, вы сказали еще в прошлый раз. Какими могут быть последствия? И возможно ли, чтобы в Ираке кто-то ностальгировал по золотым временам Саддама так же, как у нас кое-кто ностальгирует по золотой эре коммунизма? Многие простые иракцы, в том числе по редким признаниям западных СМИ, тоскуют по Саддаму уже много лет, с того момента, как они поняли, что американцы и их союзники развалили до основания их государства, которое прежде функционировало и богатило. Ведь там до сих пор даже электричество дают с перебоями, но зато есть исламское государство, запрещенное в России, примечание редакторов, которого при Саддаме не было. Я не знаю, к чему могут привести непрекращающиеся беспорядки в Ираке. У людей просто сдали нервы, и так просто их теперь не остановишь. США требуют скорейшего проведения новых выборов, которые, однако, в государстве с шиитским большинством приведут к власти опять те же старые партии, против которых сегодня люди протестуют. Иран со своей стороны поддерживает любые реформы, которые предлагает правительство, но в нынешней ситуации их уже явно будет недостаточно. Важнее то, что пока толпа на улицах сама толком не определилась, чего именно хочет. Потому что лозунги типа «далой коррупцию» звучат замечательно, но на практике ничего не меняют. Кстати, наметилась интересная тенденция к гражданскому восприятию происходящего. На демонстрациях там все меньшую роль играет религиозное деление на шиитов, суннитов, христиан и других. На первый план выходит нечто вроде иракского национального чувства или, если хотите, патриотизм. Кстати, подобные настроения распространены на столь же массовых демонстрациях, которые уже несколько недель сотрясают Ливан. Это некий новый элемент в ближневосточных протестах. Интересно будет узнать, во что это выльется. Если, конечно, вообще выльется во что-то. НАТО, по словам Макрона, переживает смерть мозга. А наш еврокомиссар Юрова в этой связи заявила, что мы должны остеречься и не предпринимать никаких действий, которые приветствовали бы в Москве. Права ли она? Знаете, если мы зашли так далеко, что боимся перечислить собственные проблемы, опасаясь, что это порадует Москву, то плохие наши дела. Тогда смерть мозга мы можем смело диагностировать и в других местах, не только в НАТО. Давайте еще раз подведем некоторые постреволюционные итоги. Что нам принесло членство в НАТО? Что хорошего оно нам дало? И какой след мы там оставили? Как и в случае Европейского Союза, я не уверен, что мы оставили какой-то след в НАТО. Ну, если забыть о конвоях альянса, которые застряли в сетях наших шоссе. Членство в НАТО, скорее всего, дало нам некое чувство защищенности, так как из одного пакта мы как можно скорее перепрыгнули под охрану другого. И вместе с ним мы приняли участие в американских войнах в странах, о которых до 1989 года даже не мечтали. Не думали мы также и об американском оружии, которое нам теперь придется закупать в обязательном порядке. Пожалуй, мне не стоит отдельно говорить о бессмысленности избитых тезисов о значении пятой статьи договору НАТО. Что тут еще скажешь? За какими событиями в ближайшее время нам стоит следить? Интересные события найдутся. На Украине приступили к узакониванию продажи чернозема иностранцам, что может повлечь за собой катастрофические последствия для государства. Кроме того, в Боливии – переворот. Плюс началась публичная фаза импичмента Трампа, и это зрелище может удивить. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.